здравствуйте друзья ну чтож хорошая статьи новость я узнал что компания уже забыл как там называется но короче будет ремастер этой самой игры на все платформы то есть на пк наконец-то выйдет и можно будет пройти перепройти ремастер и проходить его столько вообще вздумается вот но пока довольствуемся тем что если проходим оригинал а соньки стрелишь я ведь обнаружил полу в мусорнике чего ты сказал что встретил ее в супермаркете ну да это был мусорный бак рядом с даем от дозаном и ты просто вытащил ее из мусора и привел домой что порой мне кажется что мы не знакомы ну да я персонаж любит просто брать от бомжей всего видом отмывать их откармливать такой парень он простой так что это с оружием поездка с дробачем похорю так у меня есть еще там кот орет не знаю будет смешно что это было не знаю но похоже у нас гости и много гостей что если они возьмутся за кресло я буду рад их им отменить а он Человек, который не мог насытиться Оу, это добрый Но попросившись на ночь, Джорджу предстояло не познать насыщение Червяк Червяк Но Джордж не мог насытиться Рано следующим утром он уже стоял на шоссе с надеждой, подняв палец в воздух «Куда тебе?» — спросил мужик из грузовика «Никуда!» — сказал Джордж «Куда угодно!» Прошло еще десять дней И сегодня Джордж выступал для почти пустого бара в городе Он потерял немало в весе После выступления одинокая женщина из бара поставила рядом табуретку и спросила, как его зовут Бармен перегнулся через стойку «Ты не знаешь этого парня, Мэри? Джордж знаменитость! Он исколесил все три штата!» Подмигнув, он добавил «Этот парень ненасытен» И ночью Джордж сполна оправдал рекомендации, зарывшись лицом в киску Мэри «О, святые угодники! Великолепно, Джордж! Не останавливайся, Джордж! Играй на гармонике!» — бормотала она Но и спустя пять подъемов на небеса и спусков обратно он не насытился На следующее утро наступил неловкий момент, когда они смотрели друг на друга за кофе Одна хотела чувствовать больше, другой просто чувствовать В последние дни от Джорджа остались кожа и кости Я немного похож, только кожа не такая Его последнее блюдо было ошибкой Однажды ночью на тротуаре маленького пригородного поселка он наткнулся на мальчика Нетерпеливо и с гримасой агонии он открыл свой рот, чтобы попросить о помощи Наружу вырвалась лишь какафония хрипов и гудков, но мальчик понял его «Погоди, ты хочешь сказать, Джордж съел гармошку?» Оставшись в одиночестве, Джордж Рид посмотрел на конфету, которую держал в руке и начал плакать Потрясающая озвучка, мне просто нравится Ребята молодцы, кто озвучивал Полусъеденное тело Джорджа обнаружили на рынке следующего города В одной руке он держал нож, в другой у него была вилка Куски плоти были вырезаны у него из груди и рук Кровь обрамляла жуткую улыбку Ветер тем утром дул с необычайной силой и проходил через отверстия, вырезанные им в собственной шее Так покойник сыграл свою последнюю песню в этом мире Набежала толпа зевак Многие его знали Они рассказывали истории о том, как он наполнял их надеждой Наполнял жизнью И, по крайней мере, им он давал насыщение И особенно Мэри Конец Да Интересный рассказ Интересно, здесь будет еще что-то такое подобное? Так, где-то там козел второй Нахальный черт Он потушил нашего козла Тогда давай зажжем Я тебе пизды дам Ты не мог бы проделать огромную беру в этих мудилах до того, как они потушат свет? Так Могу Знаешь, мы так и не закончили историю о том, как ты похитил Полу Я ее не похищал Да ты же вытащил ее из мусора Подобное в некоторых штатах не запрет? Что она сказала? Ничего Молчала постоянно Я даже боялся прикоснуться к ней, веришь? Как будто бы она была не моей А чьей-то еще Но что-то изменилось Раздался телефонный звонок Что-то там дышит Ты заебал уже обзираться Ха, хватит Кстати, о телефонах Поставь на паузу ГАРС У нас гости Ах, ты падла А можно это уже не только не выбить? Ого Ах, ты же падла Да я же тебе в очко попадаю Ха-ха Ты нахер Ах, ты же падла Ах, ты же падла Ах, ты же падла Надеюсь Надеюсь Веришь Зубы Зубы Нłada Веришь Сами Ладно, что там было о телефонном звонке? Я и Пола ели, как вдруг раздался звонок. Внезапно она ударила о стол вилкой и сказала «Не отвечай!» Жуть! Первое слово, которое она произнесла. Но я поднялся, чтобы ответить. Джонсон, ты бы видел её тогда. Она выпрыгнула из кресла, подбежала к телефону и вырвала его прямо из стены. Ого! Затем она вернулась и, обняв меня, начала рыдать. Это был самый безумный, интимный и сексуальный момент, который я ощущал. С тех пор мы были неразлучны. Блядь, здесь что нас выпили, да? Блядь, столько бутылок зазря выпил. Блядь, афа. Чирик-чирик-то. Окей. Что, демонам не нравятся зубы? Законы на оружие здесь ограничены. Ты не интересовался, почему они не отстреливаются? Мы с тобой нарушаем почти каждое правило в книге. Чёрт, да я вообще сделан из зубов. Я думаю, они это переживут. Ожидаешь звонков? Нет уж. Возможно, это Пола. Или тот, у кого есть ответы. Даже здесь сраный телевизор. Я вообще как-то попал. Мне странная клубничка дает. Диос мио. Пола, это ты? Когда закончатся эти блядские пытки? От красавицы до гамбургера. Вот так просто. Кажется, я одну дверь, да, просрал. Давай урон возьмем. Фейерверки. Мы можем использовать их, чтобы рассеять тьму. Хотя бы короткими очередями. Взгляни на них. Огненные розчерки в огромном шоколадном небе. Джонсон, заткнись. Так, Валя, чем надо делать? Все не поднимают. Я все вместе поднимаю. А куда? Ух! Продолжение следует... 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 Так... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...